здравствуйте уважаемые слушатели коллеги наша презентация разбита на две части первой части евгений вам кратко напомнить что такое magenta cloud что такое magenta cloud template рекомендуемый workflow разработки на клауде а также очень полезным инструменте который имеется у нас vc tools это визарды и во второй части я вам расскажу о частые ошибки с которыми сталкиваемся связанные с генерируемыми сущностями то есть не корректно их не добавление зависимости в классы и от нашем докер environment на котором вы можете проверить свой код на совместимость клаудом то есть вы можете даже не иметь аккаунта ну клава аккаунта да вы локально сможете запустить пройти билд деплой фазу и так далее но сейчас я предоставляю слово евгению что ж повторим что такое magenta cloud если кто не знает magenta cloud это развитая эта платформа которая предоставляет вам возможность комфортно управлять проектами которые сделаны на основе продукта magenta e-commerce magenta cloud поставляется с набором специализированных environment с большой с большим количеством сервисов и развитой инфраструктурой environment делится на три типа production staging integration production environment это по сути тот environment с которым вы будете выходить в life staging environment это environment на котором вы будете тестить свои новые фичи перед тем как залить их на продакшен integration environment это environment где по сути идет интеграция нового функционала и разработка разработка новых модулей стейджинг отличается от production environment тем что по сути то по сути ничем не отличается это такой же environment для того чтобы были были уверены в том что если вы зальете проверите код на стейджинг то он же также будет работать и на продакшене integration отличается от production staging только тем что он не такой мощный потому что по сути для разработки нам не нужны такие мощности у нас не будет такого трафика каждому environment в соответствии идет определенная ветка репозитория которым хранится ваш проект production environment идет production ветка репозитория стейджинг стейджинг integration integration конфигурация этого environment хранится также в репозиторию специальном файле magenta ap yamu как я уже говорил что production и стейджинг environment они существуют в единственном экземпляре integration environment же вы можете создавать в зависимости от того сколько сколько вы веток создаете создаете новую ветку вас поднимается новый environment когда вы уже скажем получили доступ magenta cloud проект проекту вы его установили склонировали себе репозиторий переключились на integration ветку получили задачу начинаете разрабатывать вам надо доставить ваши изменения на этот integration environment когда вы нажимаете делаете у себя локально гитпуш и отправляете изменения в репозиторий запускается депломент процесс который разбит на три фазы build deploy и post deploy build фаза самая первая на build фазе мы получаем доступ к коду код закачивается на специальный environment который имеет права на запись файловой системы и там происходит построение шаблона построение файлов проекта и идут все операции по изменению файлов только на build фазе после окончания build фазы построенный шаблон он будет смонтирован на к деплой к машине где будет происходить деплой в виде read-only вы не сможете ничего изменить на деплой же фазе потом происходит конкретно install либо оборот сайт мадженты исключительная разница между build и деплой фазом это в том что это по сути является две разные два разных environment и когда у вас происходит build то сайт он существует ему можно стучаться через веб если уже происходит деплой то включается maintenance mode для безопасного обновления и сайт простаивает после окончания деплой фазы сайт уже доступен извне и у нас существует третья фаза post deploy это та фаза которую мы по сути используем для того чтобы подготовить сайт пользователю прогреваем кеш например так как у нас уже есть понимание того как происходит процесс развертывания я рекомендую вам ознакомиться с рекомендуемым рабочим процессом на этих environment рассмотрим иерархию branch иерархия этих веток это по сути является иерархия environment то есть всегда надо начинать разработку чего-то нового на integration environment после того когда вы сделали свою задачу вы дальше вверх по иерархии промерджились и доставили свой код на production не игнорируйте существование integration environment старайтесь выполнять полностью этот flow вы таким образом избежите многих проблем существуют случаи когда действительно работают только station branch или production branch ничего хорошего к это не приведет специально для работы на magenta cloud мы создали создали magenta cloud template magenta cloud template это специальный темплейт для старта старта аппликейшн на нашей платформе он минималистичный у него есть очень маленькое количество файлов этого количества файлов полностью хватает для того чтобы развернуть magenta на magenta cloud особое внимание хотел бы уделить гит игнору файл если вы его откроете в этом вы видите полную инверсию то есть мы не храним под гитом не храним ничего кроме этих файлов конфигурация гит игнора учитывает что вы будете что вы можете доставлять код через апкод и вы можете доставлять тему через апдизайн но все остальное желательно и вообще желательно все доставлять через композер это очень важно потому что таким образом вы избежите вы избежите конфликтов зависимости при обновлениях на новой версии хочу вам рассказать как изменяется шаблон в процессе разворачивания проекта magenta когда вы когда код попал на build фазу такой вот маленький репозиторий который я показывал он начинается процесс построения проекта запускается композер инсталлируется зависимости после того как зависимости были проинсталлированы запускается пакет magenta composer installer который по специальных инструкциях разворачивает полноценный шаблон то есть после того когда вы запушили несколько файлов из magenta cloud template на buildfazer разворачивается шаблон такой как вы можете можете увидеть в обычной magenta после magenta composer инсталлера запускаются патчи мы пропатчиваем magenta и подготавливаем ее к работе на magenta клауд платформе после того когда темплейт был построен он маунтится в виде ретонли системы на деплой машину также для magenta известного нужны и writeable директории эти директории также маунтится деплой машине где конкретно уже на деплой машине происходит либо install либо upgrade как я уже говорил что существует два способа доставки кода в magenta это обкод либо композер то рекомендую доставлять код через композер по той простой причине что даже если вы будете обновляться и в процессе обновления из-за того что вы доставляли через папочку обкод могут быть ошибки в плане том что классы изменились вот и вы даже ну это как бы уже не резон версии а уже надо будет самостоятельно резоновать код через композер это композер по сути сам разрулит у нас существует специальный инструмент для конкретно деплоя magenta который называется ece tools ece tools имеет огромное количество настроек для конфигурирования процесса разворачивания magenta и если вы впервые работаете с magenta cloud то возможно у вас возникнут трудности с первого раза все сделать так как нужно поэтому мы создали wizard их несколько штук но самый интересный это wizard it это он поставляется как команда ece tools специально для того чтобы продемонстрировать как работает wizard мы сделали проект задеплоили его и сделали там максимально не идеальное состояние после чего мы зашли на этот проект используя cli tools magenta cloud запустили запустили в этой среде wizard с помощью vendor bin ect tools wizard и lstate и получили список рекомендаций что не так для того чтобы в дальнейшем это все исправить видим что после того когда мы сделали изменения и привели наш проект к нехорошему состоянию мы увидели список что у нас config php не содержит локали что post deploy отсутствует hook и у нас идут копирование артефактов html modification по очереди по очереди избавимся от этих проблем для того чтобы перенести деплой статики на build фазу нам нужно сгенерировать локали config.php файл для этого мы настраиваем их в админке то есть по сути мы заходим на установленный magenta cloud template и устанавливаем там локали после этого мы там же на magenta cloud template заходим по ssh и выполняем команду vendor bin etc tools config dump после этого локали попадут в config.php выкачиваем этот config.php и ложим себе локально в app код в app etc config.php после этого git add git commit git push после чего инициализируется как я указывал ранее процесс deployment после этого когда процесс deployment завершится кстати вы уже на этом этапе можете заметить что сама фаза deploy значительно уменьшится потому что статика уже будет уже будет сгенерирована на build фазе заходим по ssh запускаем наш wizard и получаем список и видим что первая проблема исчезла разбираемся с второй проблемой для этого открываем файл dot magenta and yaml и указываем хуку post deploy хуку она уже в новых версиях шаблона она уже установлена но как я уже говорил что для эксперимента мы для демонстрации мы ее убрали добавляем ее и опять та же история git commit git push ждем окончания деплоя после окончания деплоя заходим по ssh запускаем наш wizard смотрим сообщения нету это означает что все прошло успешно дальше в magenta видите после того как шаблон разворачивается то существует большое количество маленьких файлов которые по сути могут могут быть сгенерированы в процессе работы magenta это html минификации мы их тоже можем их копирование мы тоже можем убрать это также сэкономит время на деплое для этого открываем bin magenta and yaml и с этим настройку skip html модификации в true после чего мы также увидим что время деплоя уменьшится вот по окончании деплоя заходим в environment опять дергаем наш wizard и видим что последняя проблема тоже исчезла по поводу рекомендаций с работой и шаблоном не ложите никогда папочку vendor под гид да я увидел некоторые улыбки на лицах но все таки не ложите папочку vendor под гид перед тем когда создать новую точку входа в аппликейшене подумайте может это модуль не создавайте артефактов в шаблоне который мы вам рекомендуем в magenta есть два выхода доставки кода апкод который менее приоритетный и композер если вы будете придерживаться этой концепции минимализма у вас будет достаточно комфортный процесс разработки далее продолжит мой коллега и так как я обещал расскажу о часто встречающихся двух проблемах связанных с генерируемыми сущностями такие как factory proxy и тому подобное кратко напомню что это вообще такое многие думаю знают в magenta например когда вы разрабатываете какой-либо модуль да в нем пишите какой-то класс да и вам нужно создавать объект этого класса при помощи фабрики если это какая-то простая фабрика вы можете воспользоваться механизмом magenta да генерации factory ну не factory proxy любой любой сущности просто в конце нам space добавил например слово factory вот какие же ошибки мы встречаем самое часто распространенное это когда определение генерируемой сущности определяется просто в точке входа вот простой пример да у нас есть точка входа то есть реальный пример с которым мы сталкивались не единожды на клауде есть какая-то точка входа который лежит например в папочке pub да в нем объявлен класс например entry point и у этого класса есть зависимость на генерируемую сущность например generated factory если вы локально обратитесь к этой точке входа у вас никаких проблем не будет это factory будет сгенерирована на лету она положится в директорию generated code и все будет прекрасно работать но так как на клауде уже слышали есть несколько фаз например вот на билде выполняется команда setup di compile которая как раз таки должна генерировать все вот эти зависимости сущности и так далее и вот в данном примере вот это вот зависимость она не будет сгенерирована по той простой причине что код sniffer он пробегается по директориям vendor и по директориям upcode а так как точка входа находится совершенно другой директории то кода генератор просто не узнает что вам нужно сгенерировать вот эту сущность и соответственно у вас либо завалится deploy что на самом деле довольно таки неплохо вы сразу узнаете что magenta не заинсталилась либо это может быть что при конкретно каком-то кейсе ну смотря какая у вас бизнес логика может завалиться где-то фронтенд и вы об этом можете узнать ну довольно таки не скоро что мы рекомендуем делать в этом случае ну во первых лучше всего это вынести в отдельный модуль то есть положить код либо в апкод ну либо лучше всего это вот упаковать в композер пакет и в качестве зависимости втянуть и в этом модуле определить ваш класс с его зависимостью и соответственно отредактировать точку входа которая будет уже более лаконично более читабельный тогда код снифер узнает об этой зависимости да и зависимость будет сгенерирована вот генерируемая сущность никаких проблем не будет вот есть еще более глобальная такая общая проблема ошибка да с которой мы сталкивались это когда девайлопер в принципе неправильно пробрасывает зависимость то есть есть какой-то класс да и вместо того чтобы пробросить зависимость в качестве аргумента конструктора она просто втягивалась object-менеджером опять же на локальной машине это будет работать без проблем на клауде на build фазе код снифер просто этой зависимости не увидит мы рекомендуем это делать следующим образом добавить в конструктор необязательный аргумент который собственно и будет отображать вашу зависимость это будет соответствовать во-первых magenta technical vision это полностью обратно совместимый код так что так как если какой-то другой программист использует этот класс да и он ну не знает не пробросит вот эту зависимость конструктора то она будет в принципе втянута сразу автоматически object-менеджером и это очень легко проверить используя наш docker development environment который уйдет в составе ec-tools что он в себе содержит он в себе содержит ну собственно веб-сервере nginx да php fpm консольную версию php на данный момент maria db redis и varnish а также сейчас в процессе добавления rabbit mq elastic search и других сервисов которые есть у нас на клауде для подготовки работы этого environment локально вам нужно собственно установленный докер отключить любые сервисы которые используют 80 ну понятно 8080 порт либо 443 и скачать наш cloud template то есть если например вы собираетесь тестировать ваш модуль да ваш код для magenta 226 вы сразу клонируете версию ну branch 226 указываете там будет все нужные зависимости именно конкретно для этой версии и выполняете команду composer install которая затянет саму magenta и ec tools последней версии далее через команду composer require добавляете свой модуль или опять же в папочку upcode и после этого выполняете команду vendor bin ec tools docker build в результате этой команды в корне проекта вы получите три файла это docker.compose.yaml docker ну в папочке docker.config.php.dist и global php.dist подробнее рассмотрим файлы ну docker.compose.yaml это в принципе всем известный докеровский стандартный файл для конфигурирования контейнеров то есть здесь ничего особенного нету а вот docker.config.php он описывает переменные которые у нас есть и на клауде то есть например переменная magenta.cloud.relationships да она описывает порты ну коннекшены к различным сервисам то здесь вы можете отредактировать например прописать коннекшен вообще к своей базе которая у вас ну находится либо на реальном клауде либо отдельно локально подняты также переменная такая же как на клауде magenta.cloud.road который описывает собственно роуты в данном случае ну для примера это localhost и magenta.cloud.variables в этой переменной в этом массиве содержится данные для инсталляции magenta то есть сюда можно добросить также любые другие перемены например админ юзернейм админ логин и так далее также global.php содержит в себе описание конфигурации для php для включения и отключения x-дебага и тому подобное после этого как вы это редактируете вот эти вот файлы вам нужно выполнить команду ec-tools docker config.convert эта команда на выходе выдаст вам два файла config.env и global.env эти файлы содержат уже понятные для ec-tools формате определения nv-переменных то есть так же как на клауде так как эти переменные содержат многомерные массивы то мы их просто упаковываем base64 и global.env содержат уже nv-переменные в которых конфигурация для php веб-сервера и так далее поднять докер окружения кто работал с докером то здесь ничего нового не увидит то есть если вы разрабатываете да в процессе то есть например я запускаю сразу поочередно вот эти все команды потому что первое это понятно убьет мои контейнеры если были запущены вторая стянет новые образы так мы сейчас активно разрабатываем мы рекомендуем именно вот так перезапускать так как между перезапусками вполне вероятно что вы получите уже более новый образ по фикшенам и так далее ну и докер compose уже поднимет ваше докер окружение для тестирования и выполнив команду run build cloud build вы полностью симулируете build фазу которая происходит на клауде то есть выполнится composer install применяться различные патчи выполнится setup di compile и при этом здесь будет также файловая система как на клауде в writeable следующая команда run deploy cloud deploy выполнят эмуляцию такой же фазы как происходит уже на клауде с ридонной файловой системой за исключением директорий ap tc var pub media pub static здесь уже произойдет либо install magenta либо ее апгрейд то есть вам не обязательно иметь доступ к клауду вы каждый каждый разработчик локально на машине может полностью проверять свой код и быть уверенным что он точно запустится на клауде мы проверяем frontend мы поддержим как http так и https то есть как вот было описано в переменной roads да по localhost адресу все доступно вы также как и на клауде можете подключиться именно к консоли да то есть выполнив команду run deploy bash здесь также будет как и на клауде read-only файловая система то есть полная эмуляция для локально для разработчика который локально будет писать что-то если вам просто требуется выполнить какие-то команды вам не обязательно принципе коннектиться к консоли вы просто можете выбрать команду run deploy ctools и конкретно какую-то команду например вот config.dump да которая сгенерирует config.php с локалями либо если вам нужно выполнить команду самой magenta bin magenta то вы выполните команду run deploy magenta command и какую-либо команду которую выполняет bin magenta ну и стандартная докерская команда docker compose down которая выключит ваше ваш environment ну и напоследок хотелось бы сказать следуйте нашим рекомендациям потому что часто встречается особенно вот проблема с пробросом зависимости очень часто приходит issue что вот у нас модуль не работает и как правило это связано именно с тем что не программисты не тестируют на read-only файловой системе вот так же можете видеть ссылки это наш community slack где уже есть хорошее большое сообщество magenta разработчиков там есть канал по самой magenta и по cloud вот ну и qr-код содержит зашифрованные эти ссылки спасибо вот так же да вот так же это не вот так же в этом разуме это не вот так же вы действительно вы